Вслед за ересью Нестория, Несторианства, которая потом развилась и говорила о Христе как о человеке, появилась новая ересь, которая была в противовес этому. Ее последователи хотели сделать упор на божественности Христа и сделали до такой степени, что стали отрицать его полное человечество. Эта ересь называется Евтихианство по имени Константинопольского монаха Евтихия. Евтихианство по мнению Константинопольского монаха Евтихия. Евтихи, Евтихианство. Евтихианство. Также оно называется монофизитство. Монофизитство. А последователи монофизиты. То есть единосущники что ли. Вот так вот можно перевести наверное. Монофизиты. Они учили о том, что во Христе изначально было две природы человеческой и божественной, но божественная природа поглотила человеческую настолько, что человеческой больше не осталось. Человеческая природа Христа была поглощена божественно и Христос был только Богом и уже от его человеческой природы почти не осталось ничего. То есть он не чувствовал страданий на кресте допустим. Он не чувствовал голода. Он Бог был. Но на самом деле мы читаем Писание и видим другие вещи. Мы видим его страдания не столько физические, сколько скажем так духовные, психологические в Гефсиманском саду. Мы видим его страдания реальные физические на кресте и во время бичевания, во время избиения. Голод наверное он чувствовал тоже, как обычный человек. Мы знаем, что он сто процентов залкал, сто процентов был человеком и сто процентов был Богом. Амин. Итак, для разрешения этого спора, мы будем так коротко уже об этом говорить, был собран Четвертый Вселенский Собор. 451 год, Четвертый Собор в Халкидоне. Халкидонский. 451 год, Четвертый Собор в Халкидоне. Да, 451. Четвертый Собор в Халкидоне. И где ересь монофизитства была осуждена? Мы о монофизитах и монофилитах чуть-чуть позже поговорим, ну, немножко подробнее. Сейчас не будем этого касаться, потому что сегодня есть последователи монофизитства и монофилитства. Это, забегая вперед, скажу, национальная армянская церковь, армяно-грегорианская. Потом коптская египетская церковь православная, если вы знаете, есть такие копты, да. И марониты. Это христиане из, скажем так, из арабов. Это в Ливии. Марониты. Ну, мы позже поговорим. И в Сирии они обитают. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вот я не помню, или в Сирии, или в Ливии, их около 40%. То есть, там их очень много. Это четвертый собор вселенский. Хорошо. Мы об этом поговорим чуть-чуть позже и чуть-чуть подробнее. В это время мы уже говорили, что есть несколько крупнейших исторических городов. Это Александрия, Антинохия, Константинополь, Рим и еще Иерусалим продолжает быть, ну, еще пока определенным духовным центром. И епископа этих городов были достаточно влиятельными людьми. Влиятельнее, чем остальные другие епископа. До какого-то времени они были, ну, равными, скажем так, считались. Но в этот момент происходит следующее. Римский епископ, папа, да, тоже от слова папа с греческого отец, он начинает возвышаться над другими епископами. И появляется идея, которая потом выросла в учении, что римский епископ является наследником Петра, который по традиции считается первым епископом римской церкви. Вообще, как бы, исторически это, ну, трудно доказать. Некоторые говорят, что Петр вообще в Риме и не был, как бы. Есть моменты определенные. Но, тем не менее, и они рассматривают этот вопрос, что, когда Христос сказал, ты, Петр, камень, да, и на сём камне, я церковь свою, да, воздвигну и так далее. И мы знаем, там есть определенная игра слов, да, в оригинале, там, Петрос и Петра, да, камень и скала. Есть разница, не о Петре говорил Иисус, и не на Петре же зиждется наше спасение, да. Но, тем не менее, сегодня в мире есть собор святого Петра, где его, как бы, могила есть, да, и она является основанием для церкви, духовно, скажем так, визуально, да. Церковь – это собор, Петр в основании его могилы там, и вот он, основание для церкви. И, следовательно, и они говорили, что Петр является наместником Иисуса Христа здесь на земле. Он представляет Христа, представляет его интересы. И, следовательно, каждый последующий епископ Рима тоже был наместником Христа здесь на земле. Особенно это возвышение римского епископа и это учение началось при следующем папе. Его звали Лев Первый. Лев Первый. Это учение стало распространяться при папе Льве Первом. Он был ревностным гонителем всех еретиков и говорил, ну, утверждал о том, что римский епископ должен быть главным над всеми. В его время Рим осадил вождь гунов Аттила. Может быть, слышали, помните, да? Он вторгся в Италию, подошел к Риму. И интересно, ну, вот, действительно, интересно наблюдать за людьми того времени, потому что сложно дать однозначную оценку. Допустим, этот же епископ, папа Лев Первый, он абсолютно безоружный, такой вдохновенный, без страха, с дерзновением, вышел к гунам вперед, помолился и говорил слово к Атиле, пытаясь отговорить его, нападать на Рим, да? Пытаясь остановить его. И произошло чудо, которого, ну, никто не ожидал. Аттила, на самом деле, на какое-то время отступает от Рима, и Рим избегает резни, которой не избежали другие города. И авторитет Льва Первого поднимается, конечно же, естественно. А с этим и его учение начинает принимать, ну, такие формы доктрины и распространяется среди верующих. Хорошо. Мы не будем говорить о всех набегах варваров, да, вандалов, но, тем не менее, западная империя начинает рушиться в это время. Она уже не обладает такой силой, какой обладала когда-то. И на смену в то время поднимается другая франкийская империя, народ франков. И она становится наисильнейшей империей того времени. Это шестой век. Так, напишите. И со временем мы об этом будем упоминать, но со временем франкийское государство, франкийская империя, они взяли под защиту Папу Римского. А так как оно было наисильнейшим государством того времени, то и влияние Папы выросло над другими епископами, превзошло, скажем так. И это все продвигало к тому, чтобы римский епископ был признан наиглавнейшим. Хорошо. Теперь немножко поговорим о целебате. Потому что с шестого века вопрос целебата, он неофициально, но с ним были согласны в церкви все. В двенадцатом веке он стал официальной доктриной католической церкви. Вопрос о целебате. С шестого века он не был официальной, но все этого придерживались. То есть говорили о том, что священник не должен иметь жену. Хорошо. А если мы откроем первое Тимофею, третья глава. Запишите. Первое Тимофею, третья глава, со второго по двенадцатый стих. Мы все не будем зачитывать. Первое Тимофею, третья глава, второй двенадцатый стих. Там написано, епископ должен быть непорочный, одной жены муж. Трест целомудрен, благочинен, честен, странолюбив и так далее. Не пьяница и так далее. И здесь упоминается такой момент, одной жены муж. Понятно, что не было вопросов в том, чтобы епископ был женат. Если мы читаем последний стих, двенадцатый, там написано, диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом, детьми и домом своим. Опять мы видим, что и диакон, да, может быть женат. И вообще семейная жизнь это достаточно хорошая такая школа, да, для христиан. Так что так. Но тем не менее, не обращая внимания на эти места писания, целебат начал распространяться среди, в среде церкви. Целебат, латинское слово, которое в переводе на русский язык обозначает безбрачный. Целебат переводится с латинского как, с латыни как безбрачный. Целебат переводится как безбрачный. И на самом деле, знаете, когда ввели, в двенадцатом веке вообще официально, ввели целебат для всех священников, не все были готовы понести такую непомерную ношу, а хотели, допустим, служить Богу, да. И отсюда начинается еще большее нравственное падение церкви, когда в церкви появляется среди священства и гомосексуализм, и, скажем так, сторонние связи, да. Но Павел, допустим, Коринфянам опишет, «В избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». Амин. То есть секс был придуман Богом. Несколько у него есть целей. Первое, конечно же, это плодиться и размножаться. Второе – получать наслаждение через это дал Бог. Третье – бороться с искушением. Я имею в виду секс в браке, да, естественно. Потому что дьявол приходит и искушает. А здесь написано «В избежании искушения». Делай это. Слава Богу. Хорошо, давайте пойдем чуть-чуть дальше. Интересно, что в то время западный патриархат начинает расти вместе с западной империей франкийской. И приходит время, когда он и под территорием, а больше по числу обращенных в христианство превосходит все остальные патриархаты. И, естественно, это еще больше дает повода римскому епископу требовать подчинения себе остальных епископов, остальных патриархов. Слава Богу. И в это время, конечно же, мы уже говорили, что в IV веке серьезные отклонения от Писания начались, от истины. В VI веке тем более. В VI веке появляется впервые в церкви понятие об инквизиции. Слышали о инквизиции, да, мы в основном знаем о предреформационном периоде инквизиции, да, там охота на ведьм, когда евреев сжигали, убивали, пытали за нежелание обратиться в христианство, да, или которых насильно обращали, потом подозревали в том, что они неискренне это сделали. Ведьм искали под каждым кустом, пытали, сжигали. То время проникнуто, знаете, такой атмосферой страха, потому что за недонесение тебя тоже должны были судить. Поэтому, когда вот этот вот инквизиционный суд, тройка, приезжала в город, люди сразу же начинали доносить друг на друга, чтобы на них не успели донести прежде. Представляете? То есть Европа была отравлена вот такой атмосферой. Надо было сдать ближнего быстрее, чтобы тебя не заподозрили. Это, конечно, было ужасно. Да. Нет, это не в шестом, это перед реформацией. Но само понятие инквизиции, оно стало известно именно в шестом веке. И инквизиция переводится как расследование. Инквизиция переводится как, это тоже латинское слово, переводится как расследование. Первые инквизиторы были, инквизиторы веры, учреждены еще Феодосием. Помните, мы говорили о нем, как о том, кто сделал христианство государственной религией. И они расследовали дела манихейской секты, других еретиков, гностиков и так далее. Слово инквизиция в шестом веке стало присутствовать при разборе внутреннецерковных вопросов, внутреннецерковных полетов, разбор полетов. И все епископа обладали правом быть инквизиторами, то есть расследователями и судьями. И уже позже перед реформацией инквизиция вообще уродливые формы приняла. Конечно же мы знаем, что многие видные ученые, мыслители были искоренены, стали жертвами инквизиции, к сожалению. Хорошо, пойдем дальше. Слово католицизм, мы вот вопросы задавали, я уже говорил, но я повторю тогда. Я уже говорил, что сначала христианские общины назывались просто христианская община или христианская церковь. Вообще в антиохии христиане стали называться христианами. До этого вообще говорили ученики и последователи, говорили, что они принадлежат назарейской ереси, как угодно. Потом они стали называться христианами, общины назывались христианскими и назывались они по названию городов. Эфиевская церковь, Коринфянская церковь. Сейчас тоже есть церкви, знаете, особенно я не был в Штатах, но мне рассказывали. Допустим, если на наш язык перевести, деревня Дубки, церковь называется Дубки, там вот как Торонто аэропорт церковь называется. Вот где находится, так и называется. И тогда это было распространено. Потом, позже, к этому еще при Константине добавили слово католическое. Переводится это как Всемирная или Вселенская церковь. И стали говорить христианское, католическое или Вселенская церковь. Гораздо позже, по-моему, уже при Феодосии добавили слово ортодоксальное или православное. Я уже говорил ортодокса. Правильное учение или истинное учение. Истинно славящий или правильно верящий. Можно так. И она называлась христианская, католическая, православная церковь. Когда произошел раскол, я уже говорил, в 1056 году мы дойдем до него, церковь разделилась на восточную и западную, и западная стала называться католическая, восточная – православная. Но до этого она носила оба этих названия. Дальше. 6 век характерен тем, что храмы были украшены иконами и статуями. Причем иконы, изображения, картины больше были распространены в восточной церкви, а статуи больше распространены были в западной. И сначала к ним постоянно возникали споры насчет икон и постоянно возникали споры насчет статуй. Стоит ли им поклоняться? Являются ли они идолами? Мы потом поговорим о иконоборческом времени. Но, тем не менее, многие говорили, что нормально, это пособие для того, чтобы неграмотным проповедовать и так далее. И в VI веке это было распространено повсюду и считалось нормой. В то же время начинается, в VI веке, уже в IV это началось, но в VI стало нормой украшения алтарей, в которых совершались богослужения. В это время только священник мог войти в алтарь, прихожане уже были вне. И в католической церкви он стал отгораживаться барьером таким определенным, это часть храма. А в православных церквях появилось то, что сегодня называют иконостасом. Он стал отгораживать алтарь и назывался там царские врата. Да, сначала они очень просто выглядели, обязательно крестом должны были быть украшены, а потом стали очень пышными такими и так далее. К VI веку также, кроме Писания, в оборот вошли жития святых. Это уже к VI веку, да? Никто не против жизнеописания божьих людей, посвященных, правда же? Но, скажем так, во-первых, их приукрашивали, во-вторых, уже написанные позже, эти описания служили каким-то, мы знаем, что уровень церкви был не такой духовный, служили каким-то политическим взглядом, да, каким-то своим интересом. И поэтому и жития святых, прошу прощения, писали в соответствии с этим. То есть их использовали как инструмент воздействия на людей, на паству, чтобы свои убеждения продвинуть. В то время они уже были достаточно распространены. Жития святых, да. К VI веку также, до этого праздновались в церкви следующие праздники. Рождество, Пасха, Вознесение, Крещение Господня и День Пейсятницы, Сошествие Святого Духа. А потом еще прибавили Сретение Господне и Благовещение. Затем праздники стали нарастать как ком, тоже начиная с VI века. Стали дни определенных святых праздновать, да, и так далее. И сегодня вот мы то, что имеем, то, что имеем. Открываем календарь и видим, что каждый день у нас праздник и нельзя работать. Хорошо. Интересно, если мы читаем Писание, апостолы говорят, мы не себя проповедуем. Амин. И поэтому я думаю, что Павел вообще удивился бы, если бы узнал, что в честь него праздник какой-то учредили. Думаю, что был бы против. В моменте такого понимания есть стандарта, что эти священники не вводили лифтам святых в голову и на святую? Да не, не всегда мученик. Я не могу говорить о том времени. Скажу, как сейчас происходит, примерно, как происходит канонизация. В православии и в католицизме канонизация отличается очень сильно. В православии, ну, все-таки, скажем так, католическая церковь более самодостаточная. У нее больше всего недвижимости в мире. По-моему, на втором месте Макдональдс. Вот. Она самая большая деноминация в мире. Около миллиарда сегодня католиков. Папа Римский обладает неограниченной властью. И это единственная, считается, христианская деноминация, которая сохранила единство. Конечно, благодаря тому, что Папа Римский разрешил ордена различные внутри, которые чуть-чуть по-разному могут верить. Но, тем не менее, она едина, католическая церковь. А православная сегодня раздороблена. Она не является единой. Вот. В связи с этим католическая церковь не сильно зависит от государства. Она, ну, очень самодостаточная. Поэтому у них нет нужды канонизировать, скажем так, политических деятелей, как это делается в Восточной Церкви, в Православной Церкви, да. Кого-то еще. Ты там много не найдешь. Там Пап канонизируют, да. Своих святых это да. Но, а Восточную Церковь, если посмотришь, вот у нас, Молдавская Церковь, у нас есть такой известный господарь, Штефан Челмари. Сегодня он Штефан Челмари Шесфент, то есть святой. Был ли он святым, непонятно. Если вы посмотрите, кого канонизируют в Русской Православной Церкви. Ушакова канонизировали, Александра Невского канонизировали, Суворова канонизировали. Когда спрашиваешь, по каким принципам, они говорят, ну, если ты не понимаешь, значит, ты не православный. Я перекрестил, сказал, слава Богу, что значит, что если надо это понимать, это и есть быть православным. Для них, понимаете, вот я разговаривал с одним православным верующим, ну, общался с ним по интернету, для него православие, он говорит, православие это не вера, это культура больше всего. Я ему доказываю, что православие – это вера прежде всего. Он говорит, да нет, это культура. Можно быть неверующим и быть православным. Я говорю, о, здорово, слушай. И большинство сегодня верит так. Я знаю, что Лукашенко, президент Беларуси, сказал, я православный атеист. Что это значит, непонятно, да, но… Чтущие традиции атеисты. Вот так вот. И интересно, Илью Муромца сейчас, не знаю, уже канонизировали или это в процессе? Серьезно? Попытались доказать, что это историческая личность. И знаете как? Есть такое понятие в русской православной церкви, по крайней мере. Месточтимый святой. То есть, если какой-то человек, он долгое время почитается в каком-то месте, идет речь о его канонизации. Его канонизируют в святые. Царя, да, сейчас Николая канонизировали. И знаете, какой следующий шаг? Хотят Распутина канонизировать. Почему? Знаете почему? Потому что если он был другом царской семьи, был близко к царской семье, а как же этот святой, а тот нет? А тот черт с рогами? Как же это совместить? Неужели святой царь ошибался? И сегодня выпускают книжки под названием «Оболганный старец», допустим. Или есть уже даже художественный фильм про Распутина, где он хороший, а его подставляли, наряжали ряженого вместо него, который в кабаках там себя непристойно вел, а Распутин в это время правильно себя вел и пророчествовал. То есть он не знал, что его так подставляют. И это уже на государственном уровне, представьте себе. В общем, все равно, кого канонизировать, лишь бы добиться каких-то политических, скажем так, целей. И в православной церкви достаточно легко человека канонизировать. Что касается католической церкви, католическая церковь выступает резко против канонизации. Им невыгодно, чтобы максимум канонизировали людей. Почему? Она более продвинутая все равно, она более мыслящая, да. И они понимают, чем больше святых, тем больше культов. Чем больше культов, люди уходят все в большую ересь. И поэтому у них даже есть такая должность в Ватикане, которая в простонародье называется адвокат дьявола. Что делает этот человек? Этот человек едет, изучает жизнь святого и делает все, чтобы того не канонизировали. Усложняет этот процесс. Сейчас вот вопросы о канонизации Мать Терезы и предыдущего Папы Римского Иоанна Павла II есть. Но с ними как бы вопросов немного возникает. Хотя есть вопрос, что Мать Тереза перед смертью вообще сомневалась в существовании Бога. Вроде бы нашли ее дневник, как бы благотворительностью занималась. Но вот такие вопросы у нее были. Это уже серьезный вопрос для канонизации. И в этом православная церковь от католической отличается. Протестантская церковь никого не канонизирует. Ну, своих хватает, вещей там тоже. Сегодня. Слава Богу. Хорошо. Пойдем дальше. В VI веке начинается слияние монашества с официальной церковью. В VI веке. Если мы говорили вначале, что монашество было как протест против омерщвления церкви, мы говорили, что монахи не были священниками, и даже причастие приходилось проводить, приглашать священника из церкви, они могли проводить только благослужения у себя, но не среди мирян, то с VI века начинается слияние монашества с официальной церковью. И был такой император Юстиниан византийский, не римский, византийский, который издал целый ряд указов о монашестве. Допустим, то есть он поддерживал статус монашества. С этого момента, во-первых, монахи причислялись к священству. Во-вторых, им отдавали предпочтение при выборе на епископскую должность. Если было два престиниента, один женатый, другой монах, выбирали монаха. Кроме этого, еще один момент. Он разрешил женатым людям уходить в монастырь, не спрашивая разрешения родных, жены, детей. То есть он мог в один момент проснуться, позавтракать, сказать, все, ухожу в монастырь, дорогая, до свидания. И это защищалось законом, это на уровне закона было, представьте себе. Бросить семью просто и все. И мало того, он разрешил рабам уходить в монастырь, не спрашивая разрешения их господ. Вот тут народ в монахии потек. Очень много рабов, на самом деле, чтобы избавиться от рабства, уходили в монастыри. Ну, вот так вот. Это, конечно, не мотив, но, тем не менее, люди это делали. Интересно, что с этого момента, тоже, с VI века, восточное монашество от западного начинает отличаться. Я говорил уже, что западное монашество более практичное. Они были миссионерами, они обучали грамоте, они лечили население, они проповедовали варварам. Восточное монашество больше истязало себя, находилось в молитве, смотрело на Иисуса, желая отобразиться в тот же образ, но достаточно бездействовало, скажем так. Наверное, от этого и много извращений в голове появилось. На Западе известен в то время такой монах Бенедикт, который считается основателем именно западного монашества. Монах Бенедикт – основатель западных монастырей. Основатель западных монастырей. Он сам сначала жил уединенно в пещере, потом жил с монахами, нашел их стиль жизни недостаточно строгим и аскетичным, и он написал первый устав монастырский, где расписывал по полочкам жизнь монаха. Потом он основывал монастыри, около 12, по-моему, он основал, и во главе каждого ставил аббатов. Аббат тоже переводится как отец на русский язык. С этого момента появляется должность аббата в западных монастырях. Хорошо. По уставам Бенедикта всякий монастырь должен был находиться под главенством аббата. Аббата выбирали сами монахи, но монахи должны были смотреть на аббата как на наместника Христа и проявлять ему абсолютное послушание. Монахам запрещалось друг друга называть по имени, они называли друг друга только брат или отец, ну, в зависимости от возраста. Занимались физическим трудом, чтением Писания, изучением Писания, и Бенедикт даже установил особый покрой одежды для монахов. Бенедиктинцы. Есть, ну, как бы в честь него, да, есть орден монахов-бенедиктинцев. И их одежда отличалась от одежды восточных монахов. Пища была самая простая. Не разрешалось уходить с территории монастыря, разве только если аббат тебя куда-то посылал или для миссионерской деятельности. И потом эта система монастырей с этим уставом распространилась по всей Европе. И в отдельных орденах она чуть отличалась, но тем не менее она легла в основу сегодня римно-католической системы монастырей. Затем в восточном, как бы восточной церкви такого нет, но в западной системе, я уже говорил, да, монастырской, стали появляться ордена, отдельные монашеские ордена. От слова, латинского слова ordo, значит, группа. Монашеские ордена. От слова ordo, значит, группа. И потом, в дальнейшем, все ордена католические сегодня находятся в подчинении у Папы Римского. И различные есть ордена. Доминиканцы, францисканцы, иезуиты, капуцины, бенедиктинцы и так далее. Сегодня множество различных, можно свой орден вообще в католицизме основать и сегодня. Ну, насколько к этому благосклонно отнесутся, тоже не очень-то за. Считают, что это делит церковь. Ну, в принципе, такое сегодня есть. Даже есть орден Святого Духа. Ну, он женский, правда. Женский орден Святого Духа называется. Слава Богу. Хорошо, хорошо. Пойдем дальше. В 527 году на византийский престол, не на римский, на византийский, вступает император Юстиниан. Император Юстиниан. Я объясню, почему мы о нем упоминаем. Он наладил очень хорошие отношения с папой римским, хотя был восточным правителем. И у него было две цели. Первая цель – возродить Римскую империю в том величии, в котором она когда-то была. Это политическая цель. Возродить Римскую империю в том величии, в котором она была. Вторая цель – наполнить ее духовным содержанием. Наполнить ее духовным содержанием. Хотел сделать христианство единой всемирной религией Он был такой человек трудоспособный, упорный Любил политику, военные дела, но также с удовольствием изучал богословские вопросы Первая цель – воссоздать Римскую империю Вторая – наполнить ее духовным содержанием Сделать христианство всемирной религией Истреблял ереси Сам себя причислил к апостолам Уверяя, что звание императора равно апостольскому званию Но в конечном итоге можно понять, что он добивался собственной славы и собственного возвеличия Что можно сказать о нем еще Он очень щедро был в пожертвованиях на строительство храмов Жертвовал, правда, все накопленное в основном в военных походах Но тем не менее В Константинополе он построил Софийский собор Известный Софийский собор Это было шикарное произведение искусства Архитектуры И когда он его построил, посмотрел на него, он сказал следующую фразу О, Соломон, я превзошел тебя Имею в виду, что он превзошел храм Соломона в построении Софийского собора Софийский собор в Константинополе В Константинополе, в Истамбуле Есть и сегодня он Есть и сегодня он Также он, Юстиниан, собирает Пятый Вселенский собор Пятый Вселенский собор в Константинополе, 553 год Пятый Вселенский собор в Константинополе, 553 год Цель этого собора Подтвердить все четвертые соборы Бывшие до этого Осудить монофизитство Монофилитство Что и было сделано Решительно все это осудили Умер в 565 году Умер в 565 году Осудить ересь Монофилитство, монофизитство Да, все четыре собора Утверждал он просто и все Хорошо И умер в 565 году В это же время Мы рассмотрим еще одного человека Его звали Григорий Первый Великий Я объясню, почему мы о нем говорим Григорий Первый Великий Годы жизни 540-604 Григорий Первый Великий 540-604 С этого он Скажем так Основоположник Могущества Римских пап И раньше И раньше их называли папами Но Григорий Первый Считается первым Римским папой В современном смысле В сегодняшнем Как глава всех христиан Скажем так Они же считают его Главой всех христиан Основоположник В собственном доме В Риме Отдал свой дом Под монастырь Продал все свои Золотые вещи И драгоценные камни Которые у него были А деньги Раздал бедным И вел Очень строгий Аскетический Образ жизни И хотя он был Основателем монастыря Но Наравне с простыми Монахами Исполнял в нем Физическую работу В свободное время Все он уделял Чтению Слову Божьего И молитвам То есть на самом деле Был такой Скажем так Посвященный Достаточно человек Искренний Через какое-то время Он стал аббатом Своего монастыря Он даже не сразу Был аббатом Своего монастыря А потом Духовенство И сенат Единогласно Избрали его На папский престол Нужен был кандидат Он сначала отказывался Говорил Слишком большая честь Для меня Потом молился Думал И согласился Он И будучи папой Он вел Такой простой Очень образ жизни Раздавал Много милостыни И поэтому Говорят Что нуждающие Нуждающиеся Бедные В его Время его правления Папский дворец В Риме Толпами окружали Ждали Когда он еще Что-то даст Старался Очень многим Помочь Вот допустим Вот его слова В одном из своих выступлений Он сказал следующее Ни один епископ Не должен думать Что достаточно Только читать И проповедовать И в то же время Закрывать Дающую руку Его рука Должна быть щедрой Он должен считать Нужды других Своими Он должен давать Нуждающимся Ибо без этих качеств Звание епископа Есть суетный И пустой титул Такие Интересные слова И богатство Папской кафедры Давало Такую возможность Интересно Если он слышал Что кто-то на улице Доносили Умер от голода В городе Он каялся Это как за свое преступление Он говорит Я не усмотрел Я должен был Не допустить этого То есть такой В каких-то вопросах Он был очень Посвященный человек Хорошо И в начале К восточным епископам Он относился Как независимыми От римского престола То есть на равных В начале Все было нормально Но постепенно Он Он Завоевал Такой авторитет И получил Такую власть Что стал Правителем Всей Италии И всего Рима По сути Он управлял Всем Слава богу И в истории церкви Да Есть такие понятия Порой Отношение церкви С властями Есть два понятия Две формы управления Как бы Ну Были Православные В католической Цезарь и попизм Назывался И папа цезаризм Что это значит Цезарь и попизм Это когда цезарь То есть Политическая власть По сути управляет церковью Как Константин управлял Помните Лес во все дела Я сам решал Сдвигал епископов И наоборот Папа цезаризм Это когда Было время Когда Ну не только папа римский Может и патриарх Может Эту модель Можно отнести Современный лад Какой-то духовный лидер Или как Жан Кальвин В свое время Духовный лидер Управляет всем В городе Или в стране В том числе И политической властью Объявляет казни Мы когда будем О Жанне Кальвине Говорить В его время В его время В его время В его правлении Нормальные пытки Были Применялись Казнь Он распоряжался Некоторые люди Умирали во время пыток Их вина не была доказана Они не признавались В преступлениях Умирали во время пыток И это было во время Реформации Жанна Кальвина Во время протестантского Пробуждения Представьтесь Не все так было гладко Да Как нам кажется Вообще Знаете Чем старше я становлюсь Чем больше узнаю Я понимаю Что трудно Вообще Какие-то однозначные Оценки Выносить людям Действиям людей Да Возможно Каким-то вопросом В истории Конечно же Самим людям сложно Правда же Они бывают Неоднозначными Мы знаем Что католики плохие И видим посвященных Людей там Слышим Может протестанты Хорошие Но иногда Волосы шевелятся На голове Когда узнаем Что они делали Поэтому Я думаю Что все нужно Разделять Какие-то вещи Как я уже говорил Как Христос Апостол советовал Все Испытывайте Хорошее берите Держитесь этого Используйте в своей жизни Амин Да 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 Или часто Недостаточно Праведным Хорошо Слава Богу И я буду сейчас Заканчивать Единственное Что я хочу сказать Почувствовать Как бы Землю твердую Под своими ногами Значит Григорию Стал ревновать О большем укреплении Своей гражданской Духовной власти Побуждения Как бы были хорошие Хотел Навести порядок Реформировать Но тем не менее Привело это Не совсем Хорошим вещам Папа Григорий Первый Или Великий Заложил Основания Для папской тирании Которая потом Долгие Долгое время Долгие годы Была и существовала В мире В Европе Хорошо Мы делаем Пирог Долгие годы